Доброе утро, мы говорим вам. Вы смотрите программу «Наше утро» понедельник. Кстати говоря, не отходя от тем, мы хотим вам напомнить, что эта неделя будет особенной, а все потому, что она будет шестидневной. Связано это с праздниками, которые будут на следующей неделе, и все россияне будут отдыхать три дня. Но надо сказать, что начинается эта неделя с очень такого боевого события, со знаменательного дня, потому что в этот день, ровно восемь лет назад, в Челябинске упал метеорит. Я, Карин, собрал, команда «Наше утро» собрала вот несколько фактов. Смотри, Челябинский метеорит летел со скоростью 18 километров в секунду. Просто представьте себе на секунду. Нагрелся до 6500 градусов. Это вам не вода в чайничке закипает для того, чтобы кофе налить с утра. Ну и, в общем-то, разрушился в воздухе. И многие эксперты называют это чудом, настоящим чудом. Чудом, кстати, не называют так же, что город наш почти остался невредим. То есть, относительно того, что могло бы произойти, это еще мы потерпели минимальные... Это цветочки. Да, цветочки, так сказать. И сегодня мы решили вспомнить об этом событии. Делаем это на протяжении всего эфира. А прямо сейчас мы связались с директором Государственного исторического музея Южного Урала Владимиром Богдановским. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Именно в вашем музее хранится самый большой осколок метеорита. Скажите, как он выглядит? Какие ощущения, когда находишься рядом с ним? И есть ли какие-то специальные условия, в которых нужно его хранить? Это самый большой фрагмент метеорита, который сохранился и который мы храним. Он весом 500 килограмм, у него специальная витрина, у него специальный микроклимат. И находиться с ним всегда приятно и полезно, так даже скажем. Потому что ощущение того, что ты получаешь дополнительную энергию, которая потом принесет тебе некую пользу, прибыль и так далее. И это правда, потому что музей получает дополнительную прибыль. К нам приезжает множество поклонников и просто путешественников, и просто людей любопытных, которые приезжают нам посмотреть на метеорит. Поэтому мы рады тому, что появился такой объект, предмет, самый главный предмет в нашем музее. Поэтому мы получаем удовольствие от того, что он находится рядом, но и очень полезный для нас. Я сейчас под впечатлением, раз метеорит делится энергией, частичку космоса с собой принес, я не знал об этом. И не слышал подобных историй о том, что можно испытать какой-то энергетический подъем, только находясь рядом с ним. Ну вот, кстати говоря, нам также известно, что в день падения метеорита, то есть сегодня вы для своих посетителей открываете саркофаг. Расскажите, как будет сегодня? Мы по-разному даем возможность прикоснуться и быть рядом без стекла, без каких-то дополнительных ограждений в день метеорита. Иногда мы выставляем небольшой метеорит, есть у нас такой метеорит, который был на Олимпийских играх, и можно к нему прикоснуться. Вот в этот раз мы сделаем, наверное, и то, и другое, и откроем витрину, и выставим небольшой этот метеорит, к которому прикасались серьезные спортсмены со всего мира, и тренеры, и участники Олимпийских игр. Ну вот вы говорите, что самый большой обломок метеорита весит 500 килограммов. А правда ли, что со временем он уменьшается в весе? Нет, это не так. Был период, когда он набрал в себя очень много влаги, воды, пока он лежал в озере, и эта вода испарялась. Вот этот момент, пока он не высох, он очень пористый, пока он не высох, вес убавлялся. Вес, размер нет, а вес да. Вот теперь это все стабилизировалось, и он находится в таком виде вот уже почти 8 лет. Так, ну мне кажется, самое время развеять мифы, потому что несколько лет назад появилась в прессе просто ошеломительная новость о том, что купол над метеоритом поднимается сам по себе. И сначала все это посчитали, конечно же, мистикой, но потом сотрудники музея объяснили все это техническими сбоями. Расскажите, пожалуйста, никаких ли аномалий не наблюдалось в последующие годы? Ну, в последующие годы нет, но дело в том, что вопросы технического сбоя, на которые мы думали и о которых говорили, после того, как мы проверили все состояние техническое, механику, электронику, мы ничего не обнаружили, чтобы могло сказать, что это был какой-то сбой. Поэтому мы не можем подтвердить вот сейчас, после того, как, после этого анализа, что это технический сбой. Скорее всего, может быть, это некое совпадение неких сигналов, да, которые повлияли на электронику, которые там очень и очень немного, она очень и очень такая локальная, да, но тем не менее, вот какой-то сигнал совпал или он был очень сильным и повлиял на то, что крышка открылась. Никаких сбоев не было и никто не открывал его теми, значит, инструментами, которые у нас есть для этого, там, пульты и так далее. Ну вот и все, развеян, собственно, миф весь. Да, да, Владимир, большое вам спасибо за то, что сегодня вышли с нами на связь. Давай поздравим Владимир, потому что теперь исторический музей стал точкой притяжения многих-многих туристов и не только жителей нашей области. Поздравляем вас сегодня с этим событием. Поздравляем, с удовольствием. Спасибо вам, спасибо за эфир. Спасибо вам. Что ж, мы напомним, с нами на связи был директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский. Ты знаешь, по поводу вот этой мистики, поднимать с крышкой или нет, хочется, чтобы это осталось все-таки какой-то космической загадкой, которая вот она, находится здесь, на Южном Урале. Ты знаешь, а я вспоминаю один из выпусков «Орел и Решка», когда ведущие путешествуют по просторам России, как раз-таки приезжали к нам девочки-ведущие в Челябинск, и там как раз-таки ведущая Мария Горбань попала в исторический музей, даже потрогала собственными руками метеорит, поэтому посмотрите выпуск, очень интересно, в нашем крае вообще, вау. То есть к метеориту прикоснулись известные спортсмены, политики и Мария Горбань. Да. Отлично, мы поздравляем еще и Марию с тем, что это событие произошло. Ну, вы знаете, метеорит стал достопримечательностью Челябинска, это факт уже. А сейчас мы хотим вам предложить переместиться на Кипр и узнать о местных достопримечательностях.